English. Это просто. Урок шестой. Давай поболтаем. В этом уроке представлены слова и выражения, связанные с ценами. Прослушайте диалог между Одри Кук и ее мужем Уолтером. Блок первый. Блок второй. Блок третий. Кэтрин пришла в книжный магазин, чтобы купить книгу для Кэролайн. Послушайте ее диалог с продавцом. Блок четвертый. Блок четвертый. Субтитры сделал DimaTorzok Вы прослушали диалоги, в которых говорится о ценах. Послушайте, какие выражения при этом используются. Блок пятый. Англичане в разговорной речи определяют стоимость чего-либо при помощи глагола «быть» или более официально глагола «стоить». Например. Блок шестой. Спрашивая о цене, следует использовать слово «муч» с вопросительным словом «how». Блок седьмой. Говоря о цене, можно использовать слова «дорогой», «дорого». Дешевый, дешево. Недорогой, недорого. Например. It is expensive. They are cheap. This is inexpensive. Сравните следующее предложение. Books for children are not expensive. Books for children aren't expensive. Books for children are inexpensive. Books for children are cheap. Поговорим о разном. Клэр Берлингтон пришла в продуктовый магазин. Послушайте ее диалог с продавцом. Блок восьмой. Блок восьмой. Good afternoon. Can I help you? Good afternoon. I'd like to buy two pounds of potatoes. Anything else? How much do the apples cost? They are three pounds fifty a pound. Could you give me two pounds, please? Yes, certainly. Блок девятый. And a bunch of grapes, please. How much are they? They are five pounds a pound. Would you like anything else? A loaf of bread and four croissants, please. Here you are. Is that all? Yes, thank you. How much is it altogether? That's sixteen pounds sixty altogether. Can I pay by credit card? Yes, certainly. Can you sign here, please? Thank you. Goodbye. Goodbye. Bye-bye. 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 Новая лексика Послушайте, какие выражения используют англичане в магазинах. Блок десятый Английские продавцы, спрашивая у покупателя, что он хочет купить, или предлагая помощь в выборе товара, используют выражение Отвечая на такие вопросы, следует просто назвать товар и его количество. Например, Блок одиннадцатый Выполнив заказ, продавец, желая удостовериться, не хочет ли покупатель чего-либо еще, спрашивает Блок двенадцатый При оплате товара можно предложить способ платежа наличными, картой или чеком Спросив Блок тринадцатый Англичане, называя цену за определенное количество товара, используют артикль Например Блок четырнадцатый В Великобритании с семидесятых годов двадцатого века действует десятичная денежная система Один фунт – это сто пенсов Если цена составляет более одного фунта, слово Пенс часто опускается Используется оно или его сокращение Пи В том случае, если сумма меньше одного фунта Пенц – 50 пенц – 50 пи Грамматика – это просто В этом уроке мы рассмотрим то, как задать вопрос в простом настоящем времени Блок пятнадцатый Общий вопрос в Present simple tense Можно задать, ставя основной глагол или чаще вспомогательный глагол Do, does Перед подлежащим Например Do I know? Блок шестнадцатый The singular Утверждение I remember Вопрос Do I remember? You remember? Do you remember? He remembers? Does he remember? She remembers? Does she remember? It remembers? Does it remember? Блок семнадцатый The plural Утверждение We remember Вопрос Do we remember? You remember? Do you remember? They remember? Do they remember? Блок восемнадцатый Сравните данные утвердительные и вопросительные предложения I live in London Do you live in London? You speak English? Do you speak English? Peter remembers everything? Does Peter remember everything? Mary works in a bookshop? Does Mary work in a bookshop? Глаголы To be И To have got Образует вопрос без помощи вспомогательного глагола Do Does В этом случае основной глагол целиком, или его первая часть, ставится перед подлежащим Блок девятнадцатый To be Утверждение I am a student Вопрос Am I a teacher? You are Ukrainian? Are you Ukrainian? It is cheap Is it cheap? Блок двадцатый To have got Утверждение I have got a sister Вопрос Have I got a sister? You have got a car Have you got a car? She has got many comic books Has she got many comic books? Блок двадцать первый В частных вопросах используются вопросительные слова, такие как When Where Who How many How much What How How often И так далее Они ставятся в начале предложения, основной порядок слов такой же, как в общих вопросах, например How much does it cost? Where do you live? Who is he? What is your address? The sound of English Так звучит английский Basic sounds В этом уроке вы познакомитесь со звуками З И Ж Блок двадцать третий Звук З И звук Ж Звук З В большинстве случаев соответствует букве З В начале таких слов, как Зебра Зип Зеро Зест Зон И в середине таких слов, как Лизард Пезант Плезант Пезант А также в конце таких слов, как Баз Нойз Гейз Мейз Аз Звук Ж В большинстве случаев соответствует сочетаниям букв С И С И встречается в таких словах, как Телевизион Лежа Плеза Ревизион Юшили Блок двадцать четвертый Прослушайте и сравните следующие пары слов Телевизион 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 Плези Плеза Ревиз Ревизион Клоз Клозу Клозу Послушайте, как произносятся окончания существительных во множественном числе Блок двадцать пятый Блок двадцать пятый Слова, которые в единственном числе оканчиваются на звонкий согласный, за исключением З Ж И Ч В окончании множественного числа имеют звук С Например Если слово в единственном числе оканчивается на глухой согласный, за исключением С Ш И Ч То в окончании множественного числа звучит С Например Плэйтс Кэтс Бокс Мэтс Потс Если существительное в единственном числе оканчивается на З Ж Дж С Ш Или Ч Во множественном числе его окончание звучит как Из Например Блок двадцать шестой Обозначьте слова, которые вы услышали Прослушайте еще раз, повторяя за диктором Попробуй свои силы Блок двадцать седьмой Прослушайте запись И заполните таблицу Welcome to our supermarket Today we offer many products in special prices A pound of bananas costs 5 pounds Yogurt is 45 pence a cup Potatoes are 90p a pound Bread costs 30 pence a loaf Grapes are 3 pounds 99 a pound Coffee costs 2 pounds 69 a box Mineral water is 29p a bottle Блок двадцать восьмой Exercise 5 Listen and tick the price you hear Прослушайте запись и обозначьте галочкой цену, которую вы услышали 13 pounds 50 pence 12 pence 16 pounds 20 pence 15 pounds 10 pence 30 pence 14 pounds 70 pence Блок двадцать девятый Exercise 7 Listen and tick what you hear Прослушайте запись и обозначьте галочкой то, что вы услышали How much does it cost? 13 pounds Where do you work? In England Have you got a dog? No, I haven't Блок тридцатый Exercise 11 Listen to the dialogues and correct the mistakes Прослушайте диалоги и исправьте ошибки в тексте Hello, can I help you? Good morning, sir I want five pounds of potatoes Anything else? Yes, a bunch of grapes There are three pounds 99 a pound And two pounds of bananas Is that all? Yes, how much is it? That's ten pounds forty all together Can I pay by credit card? Yes, certainly Get it right Пойми это правильно Shops В разделе «Пойми это правильно» мы будем представлять слова и выражения, значения которых не может быть переведено дословно. Познакомьтесь с этими словами и оборотами Зная их, вы не окажетесь в неловком положении Блок тридцать первый Слово «шоп» означает «магазин», однако оно не всегда встречается в названиях магазинов. Сравните «Бокшоп» «Дяри шоп» «КлОвз шоп» «Сшу шоп» «Но» «Гроссерс» «Гроссри стол» «Грингроссерс» «Бакерс' «Бакерс» «Бакерс» «Флористс» «Бочерс» «Бочерс» «Вишмагерс» «Паймагерс» «Стейшнерс» «Коск «Музагентс» «Конфекционерс» «Кемистс» «Супермет» Названия магазинов, в которых используется апостроф, например, «флористс», «бейкерс», «бучерс» означают дословно «у кого-либо», например, «у цветочницы», «у булочника», «у мясника» и так далее. Блок тридцать второй. В английском языке слово «маркет» означает «рынок», а не «магазин», как многие думают. «Конфекционерс» «Какая птица?» «Что-что?» В разделе «что-что» вы встретитесь с идиомами, образными выражениями, значение которых не может быть передано дословным переводом. My sister spends money like water. She buys so many unnecessary things. A penny for your thoughts. A million-dollar question. What is happiness? That is a million-dollar question. Блок тридцать шестой. Time is money. You must hurry up. Time is money. 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 It's money. Продолжение следует...